Всем привет, друзья и гости канала! Мы продолжаем с вами играть на карте рассвет и у нас сегодня осеннее утро, вот только посмотрите, да? Небо затянуто тущами, туман, погодка такая не очень-то хорошая, да я бы даже сказал, что такая немножко мерзковатая погодка. Но, тем не менее, нам нужно с вами работать. На полях мы уже все сделали буквально, вот теперь осенью поля наши будут отдыхать, зимою будем снегозадержание какое-нибудь делать, да, и весной, конечно же, уже работать. Так, что мы с вами хотели сделать? Во-первых, я хотел немножко поработать, что у нас тут, давайте посмотрим, картошка, да, кажется, есть? Немножко мы с вами поработаем на животноводстве. Дадим нашим свинкам чего пожевать, посмотрим наших коровок. Также у нас там молочко, скорее всего, уже тетя Маня надоила. Так, да. Ну и плюс ко всему же у наших свинок много навоза. Крайне много навоза, который нужно нам с вами будет загрузить и куда-нибудь девать. Да, скорее всего, сидоричу будем продавать его, потому что теплицы зимой тоже. Да ладно, да что они, не жрут что ли? Заболели действительно. Я тут им хочу скормить картошки, а они говорят, что не хотят, что запаса хватает на 6 дней. У нас с вами 400 свиней, как там может быть хватать? Так, и где-то, я помню, что мы с вами где-то оставляли прицеп. Вот именно где, я не помню. Так, прицепы и оборудование. У нас прицепов, конечно же, валом. Ага, вот оно, все, погнали. Тот прицеп, который возит буквально все, в том числе и навоз. Поехали. Сидорича проведаем, что-то он говорил, что кости крутит, ломит на зиму. Ну, на погоду, да, вот вы видите, погодка. Действительно такая нелетная, нужно с обключенными фарами ездить. Полкан как-то так лениво, мне кажется, что гавкает. Так, лишь бы показывать, знаете, что... Да, он там, он там есть. Типа, знаете, да? Как в мультфильме «Жил-был пес». Помните, да, когда вор перелезал через забор, собака лежит такой, вот, гавкнул один раз, так глаз открыл. Ну, типа, отметился. Вот так и у нас, полкан, в такую погоду. Хотя у него там будочка такая неплохая, да? Можно действительно где-то там затереться, долежать себе, пока дождь идет. Так, травы у нас много, соломы у нас много, силоса, еще больше силоса вообще у нас нереальное количество. Если будет не хватать коровам, мы всегда сможем с вами привезти силосного завода. Крайне много силоса. И там Колян уже, конечно же, вкалывает. Вкалывает, притом, за троих. За семерых. Семь детей. Как, опять же, в фильме «Вспомнить все», помните, со Шварценеггером, да? Не тот, который вышел недавно. Жалкая пародия и подобие. Просто беготня, как по-моему. Вот я привык уже к классике. Ну, и там, вы помните, Чернокожий, да, говорил, что вот у меня пять детей, мне их кормить надо. Ну, и Шварц же к нему сел в такси. Типа, ну раз такое дело, он действительно, чего ж, не поспособствовать человеку. А потом, когда он в следующий раз с ним столкнулся где-то, а тот сказал, что четыре. Ну, и Арнольд же говорит, а чего, куда делся еще один? А тот говорит, ты меня подловил. Так, ладно. Как раз вот такое осеннее утро, притом, у нас уже поздняя осень. Несмотря на то, что тут зеленеет вроде бы все, но это неверьте. У нас уже поздняя осень. Как раз такую позднюю осень и анекдоты травить разные. Да, вспоминать. Кстати, вот в такие вот непогожие осенние дни, как раз хорошо какой-нибудь фильмец, согласитесь, посмотреть. Старенький какой-нибудь. Или может быть не очень старенький, но тем не менее, интересно взглянуть его. Никуда, особенно если не надо, не нужно идти. Так, я вижу, что у наших коров нет воды. Добавим. Скажем, выходной какой-нибудь. То вот эти вот осенние вечера, осенние выходные просто офигенные, по-моему. Так. Давайте перемещаемся дальше. Там мы чуток поработаем. Я вот здесь вот забыл, что мы тут с вами не до конца доработали. Поэтому давайте дорабатывать. Так, опускаем, включаем. Я уже Костика не буду заставлять вытаскивать его из постели. Поработаем как-то сами, я думаю, справимся. Так, 25 километров в час едем. Нормально. Да, как-то она приходит, эта трава, смотрите, буквально как-то по полкила, да. Уже, наверное, комбайн ехал. Последний проезд свой делал. И уже, ну и трава-то, сама по себе, осенью какая там трава. Да, она уже жухлая, она уже, если и растет, то буквально чуток. Ну вот мы и собираемся. Так, вот тут вот проедем. Остатки сладкие соберем. Тоже там 3 килограмма, 4 килограмма. Ну ничего, наши коровки будут рады и такому. Я уверен. А туман, мне кажется, что все сильнее и сильнее, смотрите. Вообще, нифига не видать. Ни нашей ферме не видать, ни селения не видать. Может, нужно как-то наших рабочих распустить. Пускай идут по домам. В такую погоду какая там работа может быть. Действительно, что лежать на печи, да, телевизор смотреть. Или книжку читать. Вот. Зачистили, вы видите, да, нашу тепличку. Выбросили сгнившие помидоры. Света мало. Холодно. Вот. Теплица, к сожалению, не отапливается. Мы сюда с вами не купили панелей солнечных для того, чтобы хоть как-то, хоть электричество с вами как-то отапливать. Вот. А напрягать Сидорыча, чтобы он дрова колол, да, ходил туда. Топил в этой теплице. Смысла я не вижу особого. Так. Второй трактор. Освободился у нас. Оставим его где-то вот здесь вот. Так, срыв. Ну, туман, туман. Я просто тут нифига не видать. Давайте отъедем. Попытаемся они. Не успел отскочить, чтобы не привалило, да? Но физика. Мы с вами знаем физику. Это игры. Так. Здесь есть. Я хотел посмотреть, что у нас. Есть. Молочко пошло. Тетя Маня надоила. Так. И вот здесь мы с вами продолжаем работать на этом поле. Последнее поле. Вот. Я сказал, что все поля обработали. Нет. На самом деле, вот это вот самое последнее поле, которое осталось. Ну, здесь можно работать. В принципе. Дождя пока нет. Какая бы ни была погода, можно работать. Так. Ну, понятное дело, что застрял. Я и не сомневался в этом, что он застрянет. Уезжай, давай. Потом не забудем притащить коровкам нашим воды. Молочко продаем. Сегодня же вроде бы как большой спрос должен быть. Если я чего не путаю. Большой спрос должен быть на картошку. Через три дня. Да ладно. Коварная станция Лук, свекла. Ого. Как-то три дня я думал, что быстрее. Свекла. Зато через два дня на свеклу у нас есть. Но свеклу мы не будем продавать, потому как ее мало. Нашим свинкам понадобится. А вот картошку, да, но три дня ждать. Как-то... Ладно. Мы с вами поработаем. У нас есть чем заняться. Поработаем на животноводстве пока что. Нам не к спеху продавать. Так, хорошо. Наш выставочный ряд старенькой техники. Да? Вся ржавая такая. Но тем не менее рабочая. Так, ну погнали. Вообще-то, по-хорошему нужно было заменить на тот старый МТЗ. Он быстрее катается, чем этот. Там, где Сидорович поработал над двигателем, тот работает, будь здоров. Без всяких нареканий. Там, где он не работал, там оно так... Базовая комплектация, так скажем, да? По дефолту работает. Блин, ну действительно туман. Все сильнее и сильнее. Фонари включили в деревне. Это с пол восьмого утра. Согласитесь? Осенняя погода. Явно осенняя. Блин, ну что делать? Кстати, вон смотрите. Окошко мое светится. В моем доме. Жена блины готовит. Со сметанкой. Да с метком, да с молочком. Ах, какая красота. Сидоровича тоже. Светомаскировка, взгляните. Да. Кто-то машину выгнал. Мне там говорили, селяне приходили, чтобы я дал попользоваться комбайном, для того, чтобы убрать на огородах пшеницу. Пшеница у кого-то, вон смотрите, кукуруза растет. Но, где там комбайну работать? Он туда просто не заедет. Да и, что там уж совсем уж разленились наши селяне. Конечно же, я не стал давать комбайн, чтобы они его там угробили. Или забор разворотили, когда начнут там разворачиваться на этом комбайне. Поэтому все вручную. Так, ну что, где-то здесь станем. Свинское дело сделаем. Но, прежде чем мы туда с вами двинемся, я бы хотел съездить за водичкой. Как-то оно со светом кажется как-то лучше, да? Как-то уютнее, что ли. Вот кажется, не так сыро, не так темно. Не так холодно. Так, давайте набираем. Хотя бы парочку. Ну, лучше больше. Потому, что мы с вами парочку привозили туда бочек. И наши коровы, так как их у нас с вами просто огромное стадо. Финансы, статистика. Вот они, наши коровки. 500 штук, вы видите, да? Но и воды нет, поэтому у них всего 90%. Поэтому нужно, я так думаю, на день как минимум 3 бочки привозить. Чтобы с утра пришел, задал коровам корм, вычистил навоз у свиней, вычистил у коров. Ну и, собственно говоря, отправился домой. И можешь действительно лежать на печи и читать какой-нибудь интересный роман. Или рассказ на Букридоре. Так, есть контакт. Потом опять, ну, тетя Маня, то понятно. У нас она ходит дважды доить в осенне-зимний период коров. Утром и вечером. Ну и мы с вами, опять же, вечером приходим. Из дому приходим. То же самое делаем, те же самые телодвижения, которые делали. Добавляем кормов, привозим воду, может быть. Смотрим, нужна она там или нет. Но вообще, конечно же, вот с утра пораньше задается корм всем полностью. Ну, а днем уже только добавляется, так скажем. Так. Конечно же, можно было бы костика нашего организовать. Но опять же, давайте пожалеем наших костиков. Пускай отдыхают. Они и так вкалывали все лето. Все лето, всю осень. Полосени, вернее. Всю весну. Поэтому пускай занимаются. Да и уже некоторые костики уехали в теплые края. В отпуска. Тот, который работал на МТЗ, укатил в Таиланд. Газ-спрейер застрял в пробке. Посмотрим, где ты застрял там. Так, хорошо. Ага, вот он где застрял, понятно. Это Костик. Когда я ему сказал, что отпуск я подписал уже, да, вот он бросил автомобиль и укатил. С женой в Таиланд отдыхать на честно заработанные деньги. Вот, но на зиму я планирую нашим Костиком сделать просто прекрасный подарок. Денег самое главное подбить бы к тому времени. Так. Где-то тут ставим наш Зелон. Окей. Дальше видим, что поехал, да? Заправился наш еще один из Костиков и поехал дорабатывать. Гриша у нас пока что, Грише нам не положен нашему. Отпуск. Поэтому он будет работать. Песок можно добывать зимой и осенью, когда угодно. Вот у него были такие, да, знаете, когда он смеялся. Говорил, что ха-ха. Я в шесть часов ухожу, точно по часам ухожу домой, а вы там вкалываете все. И наши вкалывали и ночью, и вечером. Нам все равно было, когда был урожай. Он себя чувствовал королем. Ну, а теперь наоборот получается, что когда все в отпуску, все отдыхают. Гриша наша продолжает работать, поэтому смеется тот, кто смеется последним, да? Вот есть такая присказка. Ну, и вот хорошо смеемся мы с вами, а не Гриша. Грише вкалывать, да вкалывать. Так, набираем. Вот, и нужно будет Сидорыча тоже отправить на какой-нибудь курорт среди зимы. Дать ему денег. Он, правда, и такой и сам бы. Не то, что сам бы заработал, он и так заработал. Мы с вами знаем, что покупает и навоз, и солому, и сено, и все это перепродает. Вот, но он же работает на нас. Обязательно нужно работников поощрять. Поэтому, конечно же, отправим мы и Сидорыча. Так, добавили. Хорошо, вот теперь наши коровки будут давать 110% молочка. Производительности, вернее, да? Так, заправляем. Загружается он дальше, поедет. Хорошо. Мы с вами проверяем. Здесь у нас подъехал. Костик работает. Все в полном порядке. Как приятно, когда все в порядке. Дальше. Тут мы с вами соломку возили. Ну, я так думаю, что вот этот трактор слишком силен для этого прицепа. Мы лучше возьмем МТЗ с вами. Да и на МТЗ немножко удобнее все-таки кататься. Он более такой юркий. И продолжим. Соломку-то все равно придется нам с вами задавать. Так, где-нибудь поставим. Где-нибудь, вернее, оставим вот здесь прицеп, потом заберем. А трактор где-то поставим куда-нибудь сюда. Вот, Сидорыч им займется. Кое-где подкрасить нужно, смотрите. Кое-где там подмазать. Вот этот вот мы складываем. Возьмем, потому что он мне нравится. Да, и он уже и так уже и подварен, смотрите. Единственное, что не подкрашен еще, да? Ну, тут я думаю, что на этом можно и на неподкрашенном ездить. Так, окей, погнали. Заправимся. Блин, ну, действительно, темнее и темнее, мне кажется, становится. Что за осень? Хотя, что за осень? Такая она осень, да? Такое вот лето-мариванна, как говорил Волочка из-за анекдота. Вот и у нас тут с вами. Такая она осень. Слякотная, грязная, мерзкая, холодная. Хотя бывают и исключения. Конечно же, солнечные теплые деньки. Бабье лето такое-нибудь. Так, трава нам не нужна, а вот соломку мы с вами возьмем. Ну что же, друзья, я продолжу в таком же духе заниматься нашими коровками, свинками, ну и так далее. Встретимся с вами в следующей части. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok